МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Качество и спрос доли отечественных огурцов на белорусском рынке превышает 80%. -"На святокультуре работает 14 человек, обслуживает огурец". -"Сколько стоят зимние овощи?" -"Контроль на максимум ГАИ на страже безопасности пешеходов". -"Водители, обязательно снижайте скорость до минимума". О чем говорит статистика? Прошу принять в дар. Краеведческий музей пополнили новые экспонаты. -"Я хотела, чтобы память о Владимире Михайловиче сохранилась надолго". Какие предметы займут почетное место в экспозициях? А также молочная страна, сборы с плюсом и учебные моменты. В стране изменены сроки регистрации на централизованные тестирования. Когда старт испытаний? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Узбекистана. В центре внимания вопросы углубления межгосударственных отношений, интенсификация торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Особый акцент лидеры двух государств сделали на развитии кооперационных связей в различных отраслях промышленности, сотрудничестве в сельском хозяйстве, науке, образовании и туризме. Мы заинтересованы в развитии Узбекистана, потому что мы взяли в Центральной Азии вашу страну за основу, страну, с которой мы, прежде всего, должны развивать отношения. Очень высокие компетенции, очень высокие. Вы так самокритично подходите, но у вас такие компетенции. Вы умеете многое делать, что нам надо у вас учиться. Те технологии, которые остались у нас от Советского Союза, что-то мы добавили, вы это знаете, мы готовы полностью переносить на территорию Узбекистана. Ну и потом мы вот все говорим, я вижу, что кое-что мы где-то не дотянули и прочее. Но это не потому, что президенты не работали в этом направлении. Это значит, где-то вы, члены правительства, министры, где-то что-то не дотянули, мужики. Поэтому давайте вот договорились, надо делать. Почему я на этом настаиваю? Для белорусов, но это не экваториальная Гвинея, где мы были, не Кения, это не Зимбабве, мы туда пошли. А здесь на одном языке разговариваем, наши люди похожие друг к другу. Два президента открыты, мы благословили и поддержали все проекты. Ну слушайте, ну давайте в конце концов вот дорожную карту выработали на три года. Давайте ее реализуем. Обсудили также региональную и мировую повестку дня взаимодействия двух стран в интеграционных структурах и на международной арене. По итогам переговоров заключен ряд двухсторонних документов, в том числе план мероприятий по развитию сотрудничества между Белоруссией и Узбекистаном на два года. Сотрудники ГАИ уделяют повышенное внимание безопасности пешеходов на проезжей части. Уязвимые участники дорожного движения под особым контролем не просто так. Только с начала года в Могилевской области произошло 7 ДТП с их участием. Об обстановке на дорогах Елизавета Липеева. Неутешительная статистика. В Бобруйске за месяц четыре аварии с участием пешеходов. 333 человека за нарушение ПДД привлечены к административной ответственности. 96 были пьяны. Закон проигнорировали и 233 водителя. Интернет пестрит кадрами, где из-за беспечности люди попадают под колеса. Как итог – серьезные травмы, госпитализация и месяцы лечения. И это в лучшем случае. «Госавтоинспекция призывает пешеходов быть предельно внимательными при переходе проезжей части дороги. Убедите, что все водители остановились и пропускают вас. Водители обязательно снижайте скорость до минимума при подъезде к пешеходному переходу». Проезжая часть требует от участников дорожного движения предельной осторожности. С оглядкой на безопасность госавтоинспекция в очередной раз уделяет повышенное внимание пешеходам. Сотрудники напоминают о самом главном – соблюдении ПДД. На дороге даже маленькая ошибка может стоить жизни. «Всегда очень важно своим примером показывать детям, как правильно переходить улицу. Подойти, посмотреть по сторонам. Когда загорится зелёный, тогда только переходить». Вплоть до 12 февраля ГАИ будет вести усиленный контроль. В 22-м в ПДД внесли корректировки, согласно которым преимущество пешеходу считается предоставленным, если расстояние между машиной и идущим более двух полос. О важных правилах любителям авто напоминают правоохранители. «Соблюдать правила дорожной безопасности прежде всего. Быть вежливым по отношению ко всем, как к пешеходам, так и к водителям. Те, которые едут позади, так и впереди». «Заранее всегда останавливаюсь. Лучше, как говорится, 10 минут подождать, пропустить, пусть идёт куда хочет». «Обязательно надо делать всем водителям, чтобы меньше страдали пешеходы». Для повышения безопасности участников дорожного движения на светофорах Бобруйска устанавливают светодиодные ленты, которые дублируют свет сигнал электрического фонаря. Такая новинка будет приковывать внимание водителей и пешеходов даже при ограниченной видимости и плохой погоде. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Крылатый перевозчик, подсчёт зубров и выгодный напиток. Беларусь вошла в топ-3 мирового рейтинга с самым дешёвым молоком. Сколько планируется произвести в 2024-м? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. План по налоговым поступлениям за 2023 перевыполнен на 600 миллионов рублей. По вливаниям в бюджет лидирует подоходный и НДС. Беларусы стали активнее уплачивать сборы добровольно – почти 99% населения. Одна из главных задач в ближайшее время – полная цифровизация процесса. Кроме того, в перспективе через год перейти на новое кассовое оборудование. Беларусь вошла в топ-3 мирового рейтинга с самым дешёвым молоком. Стоимость продукта в стране чуть больше 2 рублей. В прошлом году произведено рекордное количество – 8 миллионов 140 тысяч тонн. На 6% больше, чем в 2022. В планах на 2024 – 8 миллионов 600 тысяч тонн. В стране изменены сроки регистрации на централизованное тестирование. В этом году она пройдёт с 9 по 22 апреля. До самых главных экзаменов у абитуриентов остаётся меньше 4 месяцев. 27 мая – дата СЭ и ЦТ для выпускников прошлых лет по предмету на выбор. 30 мая – по белорусскому или русскому языкам. 3 июня – ЦТ по всем учебным предметам. Компания «Белавия» объявила о запуске нового рейса. С 22 марта можно будет улететь в Санкт-Петербург. Пункт посадки – Гомель. Время путешествия – всего полтора часа. Маршрут будет осуществляться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билетов от 49 евро. Приобрести можно на сайте перевозчика, в офисе продаж и у агентов. В Беловежской пуще проходит масштабный подсчёт зубров. Такая статистика ежегодно подводится в конце зимы и позволяет лучше изучить популяцию белорусских исполинов. Биологи используют разные методики – визуальное наблюдение при помощи фотоаппаратов и тепловизоров. К слову, в 23-м насчитали 730 особей. Свой зелёный белорусский рынок на 80% обеспечен огурцами отечественного производства. К выращиванию плодовощной продукции в межсезонье в стране подошли со всей серьёзностью. Результат – плюс 10% за год. Ранее высокая стоимость была обусловлена импортом. Теперь, благодаря стараниям аграрии, отечественными огурцами можно наслаждаться по более низкой цене. В Могилёвской области за витамины отвечают теплицы рассвета. Рабочий день у нас начинается на светокультуре рано. Это с 6 утра мы уже начинаем работу. Как и в летний период, так получается и в зимний период. Учисленность людей на энергоизберегающей теплице – 28 человек. Из них на досветке на светокультуре работает 14 человек, обслуживает огурец. И 14 человек овощеводов работает на томатах. Местные продавцы уверяют, белорусские овощи идут на ура. Покупателей привлекают внешний вид и приятный вкус. Кроме того, приемлемый ценник. Средняя стоимость за кило – 7 рублей. Фонды Краеведческого музея продолжают пополняться новыми экспонатами. В дар переданы личные вещи и документы известных бобруйчан. Более 70 предметов советского периода, награды, фотографии и книги членов клуба «Керамник» сегодня стали частью музея. Они когда-то принадлежали людям, которые любили бобруйский, внесли значимый вклад в становление и развитие города. Вдова Владимира Красневского, активного члена партии, передала грамоты медали супруга. Теперь они займут достойное место в экспозициях Краеведческого музея. Я хотела, чтобы память о Владимире Михайловиче сохранилась надолго не только для нашей семьи, но и для города. Это люди, которые строили наш город Бобруйск, созидали его, утверждали, открывали что-то новое. Это уникальные люди, это эпоха в истории города. Бобруйчане многие в нашей стране знали Михаила Кузьмича как опытного руководителя. В 60-е он возглавил кожевенный комбинат и вывел его в передовики. До сих пор горожане помнят его колоссальную работу по улучшению условий труда и быта на производстве. Устройство очистных сооружений, которые укрепили экологическую безопасность. Его сын и невестка передали оригиналы наград, орденскую трудовую книжки, фотографии семейного архива и поэму «Дед Базиль». Я горжусь им, потому что он хороший. И хороший отец, и хороший руководитель. И вижу, как к нему относились люди, и рабочие, и просто знакомые, и руководство города. Не было у него врагов. Все были благодарны. За каждым документом или предметом стоят личные истории. И музейные работники уверены, из таких кирпичиков, частных судеб, состоит история страны. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!